Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я прошу вас после совещания подойти в технический отдел со специалистами, разобраться, определить срок и протокол сегодня было внести конкретно, когда будет замечание сдан и сдан проект. Давайте не будем пререкаться, а сделаем это сразу после совещания. По второму вопросу. Выдать с окачкой согласованное строительное задание на прохождение трассы на сети Дискина, то есть в печатном экземпляре было выдано, на сети предоставлено? Да. Алексей, подтверждаете? Вопрос можно снять или как? Да, снять. Следующее. Новая версия схемы проекта трассы 20 киловатт, логистики доставки оборудования с минусовых этажей на монтажный горизонт. Схема логистики согласовывается? У нее там периодически какие-то замечания возникают еще в основном или отработают? Можно назвать конкретный срок, когда будут сданы. И за эти сроки давайте нести ответственность. Вот сейчас вы называете конкретный срок. Вчера вечером был отправлен новый вариант схемы логистики. Черваку и Юрий на рассмотрение. Когда будет ответ? Мне переслали, я получил только сегодня, в электронном виде, бумажном местом. Я должен согласовать с отделом карточек, с видеошлищем. Вы дали в электронном виде? Да. Только в электронном виде? Пока тут в электронном. Сколько это вам нужно на согласование? Несколько дней. Ну, конкретно. Два-три дня. Я не могу ответить за Лидия и за Рокатичем. Лидия здесь. Я думаю, вы можете все эти вопросы уладить. Конечно. Вы, как ответственный представитель, пожалуйста, можете собрать всех заинтересованных лиц совместно и сделать это или замечание дать, или согласовать все-таки. Неделя-13. Я со своей стороны согласую. Сегодня у нас среда. К пятнице готовы будут или в понедельник? Я со своей стороны сегодня сделаю. Лидия Александровна, вам сколько нужно будет времени? Ну, давайте до конца недели все-таки, до пятницы. До пятницы. Ответственно, Щербак. До пятницы, чтобы со всеми людьми было все утрясено. В пятницу вам будет ответ. Устраивает? Пожалуйста. Второй вопрос. ОПБ. У нас здесь нет. Договор. Я даже доложу. Давайте. ОПБ передали в наше распоряжение договор техническое задание на перерасчет системы дымоудаления по минусовым и стиловатым этажам. Данное техническое задание сейчас находится на подписании у Ивана Николаевича Золотаревского. После подписания он тоже будет запущено в СИНО. Насколько я понимаю, от Ивана Николаевича Золотаревского пришло замечание, что все дали пояснение по этому вопросу. Да. Вот в соответствии с этим вопросом. Принято. Значит, тогда к третьему вопросу. Вопросов по второму пункту ни у кого нет? К третьему пункту. В соответствии с решением технического совещания на 24 января направить замечание Клубкову по проекту ИТП 5, 6, 33, 34 уровня. Ольга Петровна, был направлен, нет? Ну, как и на данной работе были, думаю, все решения по этой документации было отложено. Вот, и на все в комплексе, что касается теплоснабжения, полоснабжения, водоснабжения, было заправлено письмо. Написано в Золотаревске, в адресе Клубкова. Надеюсь, все это, все вопросы, которые не имеют, скажем так. Александр Николаевич, вы получили письмо? Мы не получили то, что вы сказали, замечание по проекту ИТП 5, 33 уровня. Письмо, которое Мольга Петровна говорит, мы получили. Так, а ИТП 5, 6, 33, 34 уровня, что это? С этим пунктом что было? Это та работа, которую предлагается выбросить. в корзину. Да, и пояснение именно для детей, в том письме, в которую мы потом направим. То есть, эта работа, которая делалась с мая, условно говоря, 8 месяцев, подлежит выбросу в корзину. В том числе, монтаж произведен частично по этому проекту. Проект не согласован. Причем монтаж не может быть. Проект согласован, размножен передным домом по накладной. Проект не согласован. Причем монтаж не может быть. Давайте конкретно будем разбираться по ним вопросам. Александр Николаевич направлено письмо. Я надеюсь, мы от него точно так же получим ответ по этому. Создадим или комиссию, будем принимать решение, что нам делать. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Александр Николаевич, я правильно понимаю, на ПРУС-5 мы предусмотрели небольшое расширение, сменили стены, все это вкладочное было выполнено. То есть, это дополнительное помещение, оно тоже под вопросом в данной ситуации? Ну, грубо говоря, предлагается планировочное решение БУЗИ, которые не могут быть согласованы, потому что там нет норм ни на расположение оборудования, ни на проходы и так далее. За подписью заказчика мы такой проект сделаем с удовольствием. Только они будут согласовывать его сами. Александр Владимирович, то есть там получается... Давайте, Лидия Александровна, мы получим ответ на наше письмо, которое передано Александру Николаевичу. Я так понимаю, оно передано когда? Оно было написано давно, но никто за ним не приходил, поэтому это, полагаю, вчера. Вчера было передано. Отверждаете, да? Да, да. Именно вчерашним числом. Понятно. Сколько дней нам на ответ на это письмо? Ответа нет. Не будет. Ответ такой, что вы должны согласовать схемы. Ваш уважаемый руководитель Сергей Ильич Полонский заявил, что все схемные решения будут согласованы им лично. Вот, чтобы не наступать второй раз на эти грабли, когда мы делаем работу по уже согласованным, принятым заказчикам схемам, нужно эти схемы подписать и передать в производство работы. Понятно? Надо сказать, что у нас же есть схема, которая согласована в госэкспертизе. Вот мы по ним и должны работать. У нас, посмотрите, у наших договоров справа. Я понимаю, что мы написали письмо, у нас есть разногласия с Александром Николаевичем. Я думаю, что здесь, наверное, нужно садиться конкретным лицам и разговаривать конкретно, а не выносить это сейчас на это общее совещание, которое ко многим вопросам сейчас не имеет значения. Мы должны сесть и решать конкретно по каждому пункту. Насколько я помню, там три пункта. Правильно? Мне хотелось бы определиться тогда, Александр Николаевич, в какое время вы и когда можете быть готовы к такому случаю? Я уже готов. То есть хоть сегодня? Хоть сегодня. Значит, мы тогда докладываем руководство, чтобы можно было тогда сесть и определиться по времени, когда мы будем разговаривать. Наш представитель тоже все готовы, я надеюсь? Да. Понятно. Спасибо. Давайте к следующему вопросу. Ну, я... Так, Александр Николаевич, указать сроки передачи службы заказчика. Ну, я понимаю, это все связано с тем письмом, все, или я не понимаю, неправильно я здесь понимаю? Ну, сейчас проектировщик не знает, что ему делать просто. Поэтому его сейчас даже обсуждать, наверное, смысла его даже нет. Да. Точно так же, как пятый пункт. Есть смысл обсуждать? Нет. Победа нет. Потому что это как раз те вещи, которые мы должны определяться. Ну, с границей мы определились. Все границы переданы, нет? Нет. Ольга Петровна, от вас все передано, нет? Мои все. Гости все передано? Вода, я сразу скажу по системе, передана вода, холод, тепло, электричество. Остальные схемы в объеме технического задания. То есть, как указано в техническом задании, там конкретно указаны границы проектирования. Так, Александр Николаевич, все подтверждается? Подтверждаю. Спасибо. Но эти границы не соответствуют заключенному договору на проектирование. У нас в договоре на проектирование, граница проектирования 22-я ось. Все? 22-я ось по всем системам? По всем системам. В договоре так все прописано? Да. Алексей, у меня просьба. Проверьте, пожалуйста. Потому что, если это не соответствует, то должен быть или топник, или как-то, соответствующим образом это все должно быть оформлено. Проверьте на соответствие, пожалуйста. Есть еще вопросы по этому пункту? Следующий. Так, ну, следующий информационный пункт, это то, что просила Лидия Александровна, указать генпроектировщику, это указать ревизию своей документации. Я надеюсь, она принимается или не принимается? Правильно, правильно, она принимается документацию. Потому что в ваших чертежах выпускаемых не стоит на базе какого архитектурного чертежа. Сейчас новые ревизии пошли, просто запутаемся, я уже знакома с этой проблемой, очень хорошо. Огромная просьба. Работать на новой архитектуре. А можно сразу по этому поводу? Да, пожалуйста. Если не вышла новая архитектура, можно нам это тоже прислать? Значит, ситуация такая. Новую архитектуру мы ее передали не заказчику, а передали Александру Николаевичу именно как рабочую версию. То есть это первый шаг для того, чтобы нам как-то увязать. Все-таки архитектуру с инженерными системами. Это рабочий материал. И мы выложили его на свою личную платформу. Доступ, который Александру Николаевичу передали. То есть я не буду передавать официально диски или еще что-то. У меня просьба тогда, Александр Николаевич, доступ тогда обеспечьте. И давайте уже работать совместно и на новой архитектуре, которую, собственно говоря, с этой целью и выпускаем. С целью общей увязки именно с инженерией. Просто для информации. Компания «Спич» выложила свою платформу и выкладывает туда чертежи. Она дала основным проектировщикам адрес, где они могут посмотреть данные чертежи, сделать по ним замечания, чтобы потом как-то ввести согласование. Поэтому эти вещи вы можете у своего, с кем у вас заключен договор, попросить вам дать доступ к нему с паролем, чтобы можно было распечатать, смотреть эти чертежи. Но надеюсь, что по информации нашего руководства у нас данная платформа, наверное, возможно заработает в этом месяце уже на нашей базе здесь ксенон или что-то. И мы будем давать тогда доступ нашим подрядчикам. Точно так же уже будут все выкладывать у нас. Здесь будем просматривать как сами, так и все смогут иметь доступ к этим всем чертежам. Вы точно так же будете право иметь выкладывать в свою ревизию чертежи, чтобы для оперативности все это дело просматривать. Пожалуйста, вопросы. Значит, вопросов, если нет, тогда все. Все, сейчас мы решим тогда с руководством насчет дополнительного совещания по нашему системе. Спасибо. Спасибо. ПОДПИСАЛЬНОМИЧЕСКАЯ по нашему системе. ПОДПИСАЛЬНОМИЧЕСКАЯ по нашему системе.